у кого гнет у кого нет спиннинг когда у тебя устают руки от рыбы и и складывать не будет солили не так то что там чуть-чуть как андрей делает солью два часа рыбу я еще не держал здесь а вывешивать за хвост или за голову вот это ловится на удочку а это вот ловится промыслом почему такая несправедливость вот это клёв жесть маленького такая вот Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите, на вытянутую руку подбежал. Что, друзья, всем привет. Очередной день, ветреный день. Но ничего, как говорится, будем бороться и рабачить, отдыхать, наблюдать за промысловиками и так далее. Проснулись, сейчас где-то время на 6, может, полседьмого. Умываемся, одеваемся, собираемся, завтракаем. Что-то какие-то кадры покажу вам. И двинем в сторону верхов, так скажем, на глубину. Посмотрим, что там есть. Ну вот видно, что ветер так немножко раздувает это все. Рябь уже появилась, птицы везде летают. Красота. Сегодня будет яркая солнечная погода и жарко. Я, короче, узнал, что вот эти секрета, это не запасные, а на продажу. То есть какие-то отремонтированные и готовятся просто-напросто к продаже. Стоят, ждут своих хозяев. Печеньки доставай. Ну что, мы готовимся к завтраку. Элискер там что-то сладенькое достает. Любит сладкое. Мы тут кашу, в общем, приготовили, как обычно у нас тут. Ну все есть, даже икра щучья. Она всегда у нас на завтрак, на обед, на ужин. Это всегда судак, там рыба, сазаны. Тут так. Вот так вот кашу запариваем, это все быстро. И главное вкусно. И сытно, и полезно. Это основное блюдо утра. Элискер, какие планы сегодня у нас? Сегодня мы будем бороться с ветром, опять же, как и вчера. А вот моя задача, понимать, сазана сегодня. О, ну, хотелось бы хорошего сазана, вот так как у нас есть. Это наша основная отдельность сегодня. А мы, как обычно, монотонно будем работать и делать свое дело. Да, рыбачить. То есть так же пойдете в секрета добавить? Да, в секрета трясти будем. Для нас это обыденное дело. Хоть ветер, любая погода получается. Мы делаем кашу одну и ту работу. Просто поднимаем, есть ли там рыба, нет рыбы. Секрета чистить надо. Если забились они грязью, то рыба туда плохо идет. Это надо каждый раз. Да, их постоянно держать чистыми. Так, я напомню тем, кто, может быть, не в курсе, я в общем проживаю сейчас в Астрахане с промысловиками, которые рыбачат на секрета, так называемые. Ну, они их сами изготавливают, продают там, ну, еще и ловят, получается, вот такую вот рыбу. Это самята, подлещик, это вот вчера мы то, что они наловили. Вот, сегодня они поедут еще наловят и поедут сдавать. Вот. А так, вообще, конечно, интересно. Живем мы на воде, то есть это такие вот домики на воде, прям в раскатной части в Дельте-Волге. Вот. Меня тут кормят разными вкусностями, икрой, рыбой, разного вида, сазаны и судаки. Вот, вот, вобла, наловленная еще до моего приезда. Ну, вот сейчас она подошла как раз к сушке, к такому этапу. И вот ее повесили сушить. Вот такая вот здоровенная воблятина. Класс. Через пару дней можно будет есть. Рядом с нами стоят еще пару домиков. Там тоже мужики, промысловики проживают. Но классные, добродушные все, общительные, блин, и рыбой угощают там всякой. Вобла мне тут на сушке уже два ведра надавали, хотя я особо-то ее не поймал, но уже есть чего увезти, в общем. Вот моя лодка стоит, готовая, к сегодняшней рыбалке. Вот и поедем, двинем. Готов? Жарко, да, она в ней? Как тут работает? Нет. В общем, для того, чтобы хранить какие-то продукты, ну, здесь вот икра там, щучья, допустим, губла соленая. Я вот сюда сейчас положу молоко и вот яйца положу. Здесь такой холодок, короче, это просто, ну, получается, старый холодильник. И сюда просто складываем лед. Ну, вот его мало осталось, но сегодня привезут свежего льда. И он хорошо держит холодок здесь. Класс. Класс. Ох, птички поют, как. Так, все, мы выдвинулись с домиков на плаву. Вот так, кстати, он со стороны выглядит. Прикольно. Спишь, так себя качает на воде, хорошо. Алискер за руль сел. Не всегда доверяет мне, да? Ха. Продолжение следует... 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 всякие инструменты и прочее вот с этой стороны вот два крепления немножко развернул их в сторону куда забрасываю вот стоят у меня на бортранере то есть если что-то крупная клюнет она будет леску травить и не убежит в общем однако можно принципе зафиксировать его вот вот принципе все течение довольно сильная стаскивает хорошо вот так вот сижу нормально ветер для нас сзади сильно так задувает но здесь за камышом хорошо и главное что солнце пока нет но она конечно сюда выскочит но это будет потом очень много птиц которых я встречал только в книжках всякие интересные вот эти водоплавающие очень интересно конечно на за этим наблюдать я вообще в школе занимался птицами вот ходил специализированный кружок мы там разводили их там ловили там снегирями обменивались там щеглами чижами всякими в общем соответственно вот это изучение мне дало большое количество знаний но когда ты видишь этих птиц о которых знал в детстве но никогда не видел это прям вызывает такие эмоции интересные очень здорово здесь находиться в облах это тоже хорошо солочка но ветер так раздувает потихоньку волну но ничего не поделаешь можно будет кстати встать вон там вот вот здесь вот если что спрятаться и солнце от солнца тоже там от рыбаки приехали встали прям на яме на этой зимовальной потихоньку начинает ветер поддувать и встает солнце жара будет прям в лицо я решил сюда встать уголок здесь еще несколько время будет темно и немножко под углом получится ну и облавлю там участок может там будет ямка потому что здесь как-то миляк и только в облах две штучки поймал не все так просто в астрахани кажется что здесь рыба дуром клюет руками ловится голые крючки и так далее нет надо поискать что же начинаем искать передала мы видим чуть гоняют от зимовальной ямы рыбаков чуть прям в наглую встали среди ямы да и некрасиво только закинул сразу мелочь дербанит то ли мелочь то ли чё вот под лодкой вот он ребята зазан от сальчик а с с ух прям под лодку опустил бах готов я уже хотел переезжать начал эту макуху сматывать он клюнул на червя вот он ребята первый мой астраханский да я вообще в жизни когда не ловился занов карпов ловил сазана нет были вообще уху борется вот он более так крупный чуть не говорили что здесь на раскатах мелкие но я знаю может быть это мелкий по так сейчас мы научимся 1 блин комом обалдеть ё-моё взять-то я даже не знаю как их брать вот такой вот сазан попался уже переезжать хотел но я вернее занял вот это место где тенек еще есть вот посидел минут 15 что-то опять тишина думаю надо макуху смотать перевязать начал смотать у меня тук-тук-тук поклевку ну знаешь как мелочь потекает а вот он первый мой жизни астраханский сазан я теперь хотя бы понял как ловить червяк все о ребят такой пучок сделал вот я кинул то прям вот истечении идет такое вот так раз и все значит у меня ведер кто маленькая для него 2 2 так ну что сколько 1 оба 3 600 ну минус ведро минус в облах как трешечка нормально ловим дальше в общем я сейчас вторую удочку вместо макухи тоже вот так вот поставлю а может быть и вот эту тоже раз клюет таким образом ну что друзья коротко обоснащение ну традиционная такая рубрика в общем я на роджер это новая пв-х лодка у меня сфера 350 на yamaha на 15 вот из удилищ у меня наутилус вот такие вот до 200 грамм удилище с карповыми катушками они оснащены довольно толстым шнуром вот короче очень прочная вершинка мягкая ну легче ну короче значительно отличается из оснастки ну вот я вот такие груза иногда использую тогда просто скользящие вот обычные вот такие вот скользящая огрузка на плетеный лески 06 036 далее поводок здесь вверх стоит который стопорит все дело и далее 0 2 плетенка таким крючком и вот таким червем вот принципе все и кидаю вот рядышком сейчас волна будет меня что-то оторвало подтягивать что-то есть хорошая чё это такое ты сазат еще один блин а клюют как как густер поменьше папа видовой видовой ух супер 2 солнце выглянула были глаза слепит такой красавчик поклевал так тук-тук-тук думал ну нормально сейчас в обла поймаю этот сазанчик ну что пошло дело ветрища я тут вообще спрятался нормально клюет под ногами так скажем червь кользящий груз все по обычному по простому одну-две дан дендра одеваю и нормально мелочь дергать 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 а вот звон это не по-другому немножко макуху решил проверить за тут он все то есть нечего далеко кидать обон опускать под этот самый подлодку остатка простая то есть здесь такая петля она так вот затягивается ну то есть ставил я вот от жмых это такой спрессованный брикет даже не за клубникой пахнет вот затянул опустил сюда эту трубочку но это чтобы груз не бился вот и крючки просто тупого так вот как-то произвольно можно так воткнуть они там отпадут и он их будет засасывать кто-то вешает сюда какие-то там типа пенопластовые шарики да я так пробую и вот здесь в течение идет я прямо сейчас сюда прям далеко не буду и пусть стоит а вдруг клюнет так вот ставлю вот бат раннер здесь какая волна там идет вообще капец вот у меня здесь более-менее такой затяжок прям нормально этот подгадал надеюсь ветер не будет доворачиваться кидать не надо далеко все тут тоже течение вот оно пошло вот так вдоль камыша есть макуха стоит прям вот тут под берегом может сазан в камыш будет пределит прижиматься эти прям вот опущены 1 вот так вот но и и плюс не снесло у берега а это чуть подальше кидаю вот считая на нее 20 она попалась вот такие крючки карповая загладка это вообще вот так вот перевозят баржами всякий груз вещи металл поклевка опа есть есть о лещ да себе лещ попался кто-то лещара ребята вот такой лещ попался более мордатой ну стандартный такой грамм 800 но и чуть ли разнообразит пойдет ух льет давай давай здесь под берегом вот этот подальше кидаю там чуть тишина под берегом хорошо такое небольшое 5 лещ ух как я леща плетенка ты можно себе позволить так делать разнообразная рыбалка получается но хочется сазана просто подсёк и чё-то забагрил ни фигасе нет это он клюнул ни фига себе ребята вот это сазан ё-моё я попробую потихоньку он еще не очухался смотрите что творит а я не пойму то ли забагрил или он взял я просто не заметил нет он взял я поклёвку не видел даже решил перезабросить вот это да ребят просто перезабрасывал а он там сидит блин подсекаю там я аккуратно это ну вываживал потому что думал что как бы забагрил что может легко сойти нет прям в рот взял все все четко вот это да вот эта рыбалка но явно не рассчитан на такую рыбалку уже есть какая-то все эмоции просто переполняют подсадчик понятно детский но у меня как обычно все не как у всех ух она макуху не хочет а червя пожалуйста берет ребята это астрахань тут вообще просто бомбическая рыбалка ух руки трясутся ух ребята жара наступает вот у меня там сальцо есть пока она не сильно нагрелась вот я думаю перекушу надеюсь рыбу даст не просто перекусить потому что клюет прям то лечь то вобла и вот насколько интересна рыбалка что ты не знаешь что ты посечешь то есть ты такой сидишь а там хов там сазан блин или лечь то есть вообще круто сейчас вообще просто решил ну перенасадить снасть сазан сидит блин тоже около там четырех килограмм хух супер просто супер она макуха кстати молчит хотя в очень таком перспективном месте вот я беру так произвольном порядке если мелочь сильно мешает то чулком одеваю тогда прям держится хорошо нет не сбивает а так вот здесь особо она не мешает да и в обла есть засечется ничего страшного тук только бонус вот и кида это прям вот практически под лодку вот так вот дубина по моему около трех метров так ну вот у меня сальцо мамина такое копчененько сейчас с хлебушком ну хлеб печенье у меня все как стан как обычно все по стандартам самая такая еда и чай чай травяной мой знаменитый на травах самодельных так ветер дует вообще еще нормально я укрылся хорошо в облах в облах хорошо в облах это вкусно ух шершавая какая в облах в брачном таком в брачных доспеха шершавая ведь вот и немножко побитая тут я кстати заметил об очень легко сходит чешуя видимо во время нереста явка вот что-то нормально сразу что ли и карась карась это да вот так возьмем его нифига да тут закину наверно вот это карась 5 вот это карасина это какой-то мутант просто за караси тут в раз огромный да очень разнообразная рыбалка прям очень сколько он весит меня рекорд полтора по карасю но здесь мне кажется тарата нет 900 грамм 900 грамм нормально такой карасик берем у меня уже тут переполняется ты е-мое поклевка куда-то пошел то это хорошая рыба нифига себе какой рыбы я еще не держал здесь у ю ю ю ю ю ю ю сазан сазан хороший пошел 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 это однозначно рекорд против течения ух ребята вот эта рыбалка о хорошей о о о как и когда потащить о выдается от дается есть есть бульон все крупнее и крупнее вот сколько в нем я в шоке просто я просто в шоке это шпаклевку просто туда хорошо фракцион был слабенький это надо будет взвесить 4 сопротивлялся на 6 4 килограмма никуда складывать уже еще не лезет ребята вот эта рыбалка я сижу на сажу у меня это спиннинг подсекай он еще и давай по течению ходить я ваши руки устают это приятное чувство от рыбалки когда у тебя устают руки от рыбы ее складывать некуда но у меня есть еще мешки садок я не брал блин что-то не вообще забыл блин торопился бегом бегом вот есть мешки такие не пропускают которые туда буду складировать вот это клев жесть после первого рыболовного видео многие задавали вопрос насчет вот этого ящика что за ящик ребята это обычный ящик зимний вот я просто очень люблю универсальные вещи поэтому использую получается летом зимний я во первых случае дождя он не промокает и ничего не разбухнет не намокнет вот там можно хранить кучу всего но вторых тут уже есть отсеки под те вещи которые мне нужны я вес и отсюда стал видеть подписано вот эти вот отсеки вот и тут у меня хранятся там крючки и допустим хоп груза здесь лески тоненькие вот здесь вот вот жерлица терминатора на которой я ловил в якутии помните такой с матовилом вот сюда встает 10 штук то есть ящик специально рассчитан подойти жерлица но можно его использовать как обычный ящик зимой а можно использовать его летом и вот производитель сделал еще специально вот эти вот коробочки коробочки четыре короче коробочки трех разных вариантов размер ну их подписал для того чтобы было легче определять и доставать необходимое там допустим для спиннинга такие вот коробки кстати коробки очень прочная сейчас справа вы увидите видео когда полностью загружена болтами гайками и прочим кидают эту коробку и ничего не происходит очень вот у меня спиннинговая тематика у меня в ящике все что нужно то есть все в одном месте вот так вот открывается и они получаются размеров вот такой здесь вот побольше здесь у меня допустим груза но я вы видели вот как раз вот эта коробка я показывал многие заинтересовались что за коробка коробка прям вообще очень добротная и вот у меня груза здесь какие надо достал моменты все тут крючки ничего не по ничего не вываливаются не падает порядок так что вот такая вот такой ящик который зимой служит мне летом и без разницы когда класс баблюшка она хотя бы поместится видеть крючок какой в облах вот все равно заглатывает я сижу получается до таблички а потом пошла яма зимовальная и вот люди просто встали и багрит ну то есть специально так забрасывают ждут к упадет груз на дно там стоят тренинги и начинает багрить прям так крутых но один ловит нормально а вот этот вот будет не совсем нормально видите как . дергает вторая лодка прям на яме ходит короче вообще людям запреты не запретные в общем мелочь в облах облах это вкусно облах это хорошо видите у меня тут чуть-чуть осталось место в ведре проб но гуляю Созанная 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 Вот он что-то не могу что-то не могу туда хороший были запутали час мне все это карп не пойму ух распутал сам то запутался . е-мое ух прям вот подлодкой ловлю опустил просто подлодку да ребята вот эта рыбалка мечты куда их складывать у хороший какую матерый так не будешь ты прыгать покажет пакет достану вот ребята такие сазаневские прям под лодкой клюют один за другим вот такие красавчики жарко наступает но под лодкой прямо один за другим просто я все так еще красиво его без всяких раздумий вот это конечно рыбалка нормально нормально есть куда складывать ух жесть вот такая сильно мелочь мешает то вот так чулком одевают и нормально 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 подольше держится то есть они кончик этот объедает сам червь на на цевье он остается и рыбу берет красиво как летят на меня прям пеликаны я никогда их не видел ну в зоопарках только так в дикой природе вообще очень классно увидеть их у как нету как гнету как гнету есть прям 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 под лодкой до здоровый какой блин у меня руки болят уже ребята это чё такое происходит это чё за рыбалка такая сошел черт это чё такое происходит на пеликанов смотрел блин ну ладно вот тут даже не обидно когда такие сходят руки болят ой блин вот это эмоции вот это эмоции вот под лодку опускаю груза и сразу же жесть а жмуховка стоит нифига не хочет ну что друзья жара наступает солнце потихоньку так вот идет 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 и становится прям вообще ну как бы уже в лицо прям сейчас немножко разденусь загораю конечно очередная в облах пойдет на засолочку что например одна к одному где же знаменитые полукилограммовые то дальше такой подлещ месяц меч мы еще обойдет сложновато уже рыбачить и уже в руки устали просто просто руки устали это что за рыбалка такая раньше хоть закидывал ну как бы чуть подальше а сейчас до того устал уже все просто вниз груза опускаю и все равно клюет фух что то есть какой-то молоденький видать ничего такой хорошей берем себя молоденький ребята вот такой попался что здесь у него губа какая-то такая интересная видать в детстве попадался уже на крючок вот такой сазанчик уже пятый или шестой ребята вот такой сазанчик пятый уже или шестой ух прям под лодкой просто все жесть какая-то кто бы мог подумать что я буду рыбачить в апреле вот так в трусах ловить таких сазанов и загорать ну вот тут потихоньку помещаются нормально сколько птиц летают это вообще что-то с чем-то очень круто здесь бакланы бакланы сейчас лебеди пролетели то утки то гуси бакланы прошли вообще здорово а поклёс тихо 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 небольшой а шустрый футболку отдел закончил загорать кстати самый видовой размерчик прям сам это кило 2 прям сама но под лодкой для под лодкой вот такой сазанчик класс рыбалка ух прошло три часа прям на рыбачился удовольствие позагорал отдохнул природы полюбовался что еще надо для отдыха так ну пока затишье небольшой ну как и затишье минут пять у меня есть я решил смонтировать несколько запасных поводков вот тоже завтра в коряжнике планирую рыбачить вот я хочу делать побольше как побольше хотя бы два сделать запас не дают что-то пошел куда-то пошел куда-то вот это вот это бонус е-мое нифига себе охренеть ребята вот это был капец вот это было восьмера наверное еще что не зацепился да ну вот так вот бывает очень хороший сазан прям ладно видимо отвлекся этих поводки блин и продевал поклевку но поднял видел что такой размер солидный был еще какой из удилистовую на макуху ни одного не поймал я вот специально оставил малину для теста до конца эту самую макуху чтобы увидеть увидеть клюнет что-нибудь или не клюнет сама нет не было ни одного я даже соскучился по ним и даже соскучился по ним самам подошла рыбалка концу боя эпичная 1 рыбалка на сазана 1 сазаны пойманы эмоции получены алекс киры приехал с отцом уже за мной сейчас мы будем перемещаться через море там штормит вообще капец вот наверно я пересяду сюда а здесь пустая короче поедет либо на буксире но сейчас подумаем вот и улов покажу там мужика в домику приедем все погнали прыгать стал вообще не поклевки были на 2 2 вобла поймал думаю капец астрахани блин тут 1 1 2 3 сходит вот час крайне сошел прямой вот восьмерно поднялся такой ряха и сошел а я проспал я эти платки он вязал блин мне как начал но все было записано я про поводки рассказывают алекс кир с отцом ходили в море вот не в облах немножко наловили дадут мне засолено собой деревне повезло к родителям александр вот а а а а а Это будет жесть, я уверен. Так, в общем, мы приехали в домик и сейчас перегружаем в сетку. Рыбу, чтобы было. Возможно, да, она выживет до моего уезда. Невозможно, а выживет. Да? Вот, но здесь есть вобла, лещи, караси. Это мы сейчас будем солить. И Алискер сказал, что покажет вообще правильную засолку, а то у меня-то с этим беда, да? Да, мягко говоря. Если мимо ничего? Ничего. О, он по уши велится. Самый крупный. Не, они живые, живые. Вон, а рот открывается. Вот так. Все правильно. Хороший у тебя сегодня улов. Но? Ты все хочешь? Орешный. Так, ну это что? Карась. Карась, он тоже должен быть живой. Самый живой рыбу вообще. Ну и все это солить. И воблежки, да? Ни одной крупной. Ну что это? Такой, вон твой лоппище. Еще не показал, вон видишь. А, это я, да? Да. А можно одну достать, показать, какую я ловил, да? Вот. Ты поймал это все, а это мы поймали. Да. Да. Вот, ребят, смотрите, вот это ловится на удочку, да? А это вот ловится промыслом. Почему такая несправедливость? Ха-ха-ха. Не стоит, не стоит. Ха-ха-ха. 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 Самец. А на лови? А, прям, прям, видишь это, попутные яйца прям торчат. Так. Вот, астраханская вобла. Настоящий. Ха-ха-ха. Пол, какой полкилоражерам 600 она, да? Да, наверное, одна что? Ну, возможно, да, вот моя рука, моя ладонь. Вот, ты еще и близко на ладонь, да. А вот, вот, как сделать из него полторы килограмма. Ха-ха-ха. А вот, готовый продукт здесь вот. Ты показывал? Да. Ну, можно показать. А вот, готовый продукт. Так, сейчас ты меня покажешь, как лобла и бара. Раскажи, это, кстати, бара. Смотри, друзья, чтобы засолить рыбу, и оно у вас получилось очень хорошо. Нужно, прежде всего, вы поймали рыбу свежую, да? Нужно ее охладить максимально. Даже можно морозильник бросить. А-а-а. Вот, бросили рыбу охлаждаться, мясо охладилось, все нормально. А ты чего это делаете? Ну, смысл охлаждения? Ну, чтобы рыба была охлажденной, чтобы она не была теплой, понимаешь? Если она будет теплой, то, ну, может протушиться. А-а-а. Осбраждение будет быстрее, чем соль пройдет. А-а-а. Кишка в кишках, короче. Потом берете, вытаскиваете, там, не знаю, с холодильника, морозильника, моете от слизи. А-а-а. Промули, вот сок, который там есть, вылили. Почему от слизи надо смывать? Она невкусная. Ну, потом, потому что это будет наростом. Когда, допустим, мы просолим, потом образуется пленка, защитная, как типа. Ну, это тоже слизь, которая свернулась после соли. Мы ее будем тоже промывать после. Но это уже дальше. Дальше, получается, вы берете рыбу, вытаскиваете с холодильника, с морозильника, моете ее от слизи хорошенько просто. Ну, так, промыли. Вот. И дальше солите. Солить обильно. Не так то, что сначала дно засыпали солью. Да-да-да. Ага. Положили слоем, засолили. Ну, не так то, что там чуть-чуть, как Андрей делает. Не соли, не надо жалеть совсем. Солите прям побольше, и ничего страшного. Засолили. И самое главное, когда уже верхний слой, самый последний. Нужно этого рыбу все закрыть прям горкой. Полностью солью. Чтобы еще разводили зацепано солью. Рыбу, короче, это сама сама вся водится. Вот. Дальше. Потом мы потом вытаскиваем. Не вытаскиваем рыбу, а через какие-то 1-2-3 появится сок. Появится влага такая. Берем гнет, обычный кирпичи, накладываем прям сверху по бельни, чтобы прям промялось. Самое главное, что то, что тут кузов этот, как воздушный, чтобы оно промялось вот так вот. Вот, вот, нету. И так же держим 2-3 дня. Лучше побольше, конечно, 2-3 дня. Потом мы вытаскиваем эту рыбу с соли. Промываем все. Промываем мы хорошенько. Потому что вот здесь будет везде соль. Не соль, а слизь, которая не промылась до конца. Она свернется. И прилипнет к рыбе. Ага. Она будет такая белая. Такая блестящая рыба не будет. И после того, как ты промоешь все это тщательно, хорошенько. Особенно нужно тщательно промылить голову ближе к жабрам. Жабру открыли и вот так пальчиком привели тоже. Тоже промыли. Все. После этого, получается, все промыли. Взяли воду. Нужно, короче, в воде еще настоять. Часа два. Чтобы она слишком соленой не была. Максимально. Можно 2-3. Кто-нибудь может слабо соленая. Бросили. Прошло. И все. И вывешиваем. А вывешиваясь за хвост или за голову? Это спорный момент. Если вы вывешиваете за хвост, все стекает к голове. Вот все это что? Это полезное или не полезное? То, что все в кишках. Вся горечь. А рыба, как правило, пропадает вся. Откуда? Жабер. Правильно. И потом появляется аромат. Мы вешаем вот так. Вот так. Вчера глаза. Все просто. Понятно. Так, в общем, сейчас навожу порядок в лодке. Так, в общем, каждый занимается своими делами. Вот. И у меня тут воды много. И вот я сейчас буду выкачивать насосом. Попробую вот так вот. Это вчерашняя селедка. Да. То есть это вот повар, который вот был, он нам сделал селедку. Да? Наша селедочка. Просто. Получается, просто посолил и все или коптил немножко? Засыпал солью. Подоживаю 2 часа. Промыл. Где-то не знаю, минут 30 продолжал. Отмочил. Все повесил. Готово, да? Пробую. Как вам, ребята, селедочка? Настоящая. Омега-3. Омега-3. Так, я говорил, что у нас здесь работает повар в нашей компании дружной, да? И вот он нам приготовил макарошки. То есть классно, что рыбаки вот приезжают с промысла или там со сдачи рыбы. В общем, и не надо париться с готовкой. Здесь все готово. Это, кстати, рыбные котлеты. Сейчас я тоже достану. Проверим, попробуем. В общем, у нас основное всегда блюдо. Это вот здесь, допустим, судак лежит с утра. И это вчера мы кушали. Котлеты рыбные. А что это за рыба? Сазаны идут. Котлеты сазана. И тут же мы это все закусываем щучьей икрой. То есть нормально. Тут можно по ночам без фонариков ходить через неделю. Вот такая вот котлетка. Вкусная вот она. Чистое мясо, без всяких. Ну, понятно тут рис чуть добавлять. Очень. У Pelib bikes щелч вкусняшка. А завтра не поедете ветер да? Да. А тоже было работать. Конечно. Может плеч купить, поехать? На охоте можно поехать. обычную отраханка знать простую вот и покажу что эти блогеры развелись катушками спиннингами это сразу вешаешь вот это народная рыбалка пошла у нас у хороший хороший говорите вот это мозор так у нас поклевка в коряжку таких сезонов я еще не ловил а воплоте мы в рот а зачем